В шахматном клубе Деньги теннисный стол разобрали, раздевалку закрыли Проводить соревнования стало невозможно, условий нет Позже урезали зарплату Забрали помещение, большую комнату, где подсобные помещения были, оргтехника Где стояли инвентарь спортивный И сегодня мы пользоваться так же не можем большим помещением, когда соревнования Люди приезжают с правого берега, удивляются тоже командами Где заниматься, где соревнования проводить И вот зарегистрировали детскую организацию Думали, пойдут навстречу детской организации Заключим договор Обратился к директору детской спортивности Климову Отказался подписать договор Виктор Федорович задается вопросом Неужели братску не нужен детский спорт? Ведь случай этот не единичный Напомним, 4 месяца назад в эфире братской студии телевидения Вышел сюжет о такой же проблеме Но на этот раз не столкнулись тренер школы рекорд и родители волейболистов Преподавателю также намекнули, что волейбол братску не нужен Помещение в доме спорта Металлург, где обычно занимались спортсмены, забрали Позже руководитель школы Николай Климов предложил ребятам другой вариант Свободный зал в Олимпии Это означало, что детям придется ездить из центра энергетика в гидростроитель Тренер и родители волейболистов с таким решением мириться не стали И буквально отвоевали зал, обратившись к заместителю главы администрации по социальным вопросам Марине Зубаковой На сегодняшний день ребята занимаются в своем зале Конфликт исчерпан А вот дела у шахматистов сейчас идут не очень Каждое свое занятие Виктор Федорович проводит, как в последний раз Говорит, на борьбу с руководством больше нет ни сил, ни здоровья Мы будем следить за развитием событий Продолжение этой истории увидите в следующем выпуске наших новостей Илона Жукова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город» Илона Жукова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город» Руслан Сидорович, телекомпания «Город» Руслан Сидорович, телекомпания «Город» Руслан Сидорович, телекомпания «Город»